Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. На календаре четверг, а это означает, что время очередному информационному блоку. В эту субботу в нашей церкви проповедует пресс-фитер общины Александр Ханчевский, так что, пожалуйста, молитесь за его служение. Я же с частью молодежи уезжаю на особенные мероприятия молодежные, которые будут проходить в Леонимидус. Нас будет там около 50 человек, и это очень важная встреча, на которой мы будем говорить о наших взаимоотношениях друг с другом и с Богом. Поэтому, пожалуйста, молитесь об этом мероприятии. Хочу тут же сказать, что во вторник, 21 февраля, в час дня, по адресу 850 Тейлор Роуд, Нью-Кестел, будет проходить похоронное служение брата Константина Тимьяна. После того, как служение закончится, будет небольшой потлаг в церкви Гранит Бэйн. Так что, если у вас есть возможность приехать, чтобы поддержать это служение родных и близких, для нас это будет очень и очень важно. Напомню, адрес, по которому место, это 850 Тейлор Роу, Нью-Кестел. 25 февраля, это через субботу, у нас будет членское собрание, и нам нужно будет проголосовать за состав избирательного комитета. Напомню, у нас начинаются выборы, и я очень надеюсь, что это будет благословенное время для всей общины, для того, чтобы мы могли выбрать новых служителей, или составить новые планы, получить новое видение развития нашей общины на ближайшее время. Поэтому, пожалуйста, будет очень важно, если вы будете с нами на этом служении. Хочу напомнить, что с 24 по 26 марта тоже в Леоне Мидус будет проходить встреча женского отдела нашей общины. То есть, всех женщин, всех девушек разного возраста мы приглашаем на это мероприятие. Будут интересные семинары, тоже интересное общение, душевная атмосфера. Так что запланируйте таким образом свое время, чтобы вы не пропустили эту встречу. Уже в ближайшие дни мы откроем полноценную регистрацию и дадим полную информацию о стоимости, условиях и о всем, что касается этой встречи. Главное, чтобы вы запланировали ваше время на эти выходные. Также в ваших бюллетнях вы в прошлую субботу могли уже увидеть расписание летних кемпингов на 2023 год. Ну, хочется сказать только одно. Спланируйте ваше время таким образом, чтобы вы не пропустили ни один из них. Нам будет очень приятно встретиться с вами на этих встречах. Хочу также сказать, что мы открываем фонд помощи украинской общине. Я думаю, что многие знают о том, что они собираются приобрести помещение под молитвенный дом. И мы бы хотели принять участь в этом, скажем так, деле, потому что оно тут стоит очень и очень недешево. Наверное, те, кто были в прошлую субботу на членском собрании, уже знают. Одно из решений, которое было принято, это выделить 15 тысяч долларов украинской общине для помощи покупки молитвенного дома. А также мы открываем фонд. То есть, если кто-то хочет сверх того пожертвовать деньги для поддержки украинской общины, у вас будет такая возможность. Фонд будет открыт последующие две субботы. Так что мы будем очень рады, если вы сможете поддержать украинскую общину таким образом. И еще такое объявление. Нужен каменьчик. Если вы обладаете такой специализацией, то обратитесь по этому телефону, и вы сможете договориться о той работе, которую нужно сделать. Буду очень рад, если мой блог объявления сможет помочь людям и в таких вот вопросах. Это все из раздела объявлений. Хочу также напомнить, что мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Козыренко. Конечно же, мы молимся за прекращение войны в Украине, за тех людей, которые там страдают, за солдат, за всех, кто нуждается в Божьей охране и поддержке. Поэтому, пожалуйста, не переставайте поддерживать и вы нас в этих молитвах. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 18, 9 стих. И тут сказано. Повеления Господа верны, радуют они сердце, заповедь Господа чиста, просветляет взор. Пускай Слово Божье и те истины, которые мы там находим, всегда именно таким образом воздействуют на наше сознание и на наш разум. Просветляет сердце, освещает наш взор, чтобы мы знали, как жить и поступать в этом мире. Божьих вам благословений, дорогие друзья, и до встречи. Продолжение следует...